У меня на скутере уже установлен переделанный генератор под нешунтирующий реле-регулятор. Поэтому для чистоты эксперимента я сейчас сниму свой статор генератора и установлю стандартный статор, чтобы провести некие замеры и сравнить стандартный реле-регулятор и нешунтирующий. Устанавливаю стандартный статор. Осталось переподключить провода, отвечающие за работу двигателя. Черный с красной полоской, высоковольтная обмотка статора. Синий с желтой полоской, индуктивный датчик. Это выводы с обмотки стандартного статора, генератора, который только что я установил. Измерим выход переменного напряжения генератора на холостых оборотах. Между массой и желтым проводом 9,5 В. Между массой и белым проводом 11,5 В. При добавлении газа на желтом 25 В. С помощью лампочки можно проверить работу генератора, если у вас нет мультиметра. Необходимо взять лампочку на 24 В или соединить две лампочки по 12 В последовательно. Я воспользуюсь лампочкой на 24 В. Подключаем лампочку между желтым проводом и массой. Между массой и белым проводом. Как видим, лампочка довольно ярко светит. Это значит, генератор исправен. Но это переменное напряжение. Оно не подходит для зарядки аккумулятора. К тому же, оно нестабильное. Поэтому в скутерах применяют реле-регулятор для выпрямления и стабилизации напряжения. Конечно, больших надежд полагать на него не приходится. Согласно схеме, в штатном реле-регуляторе всего один диод для выпрямления напряжения. Да и стабилизация не близка к идеалу. Стабилизация происходит за счет шунтирования, закорачивания, обмотки статора через стириста. В моментах, когда напряжение генератора начинает превышать 14 В. Вот как это примерно выглядит. Я имитирую работу тиристера штатного реле-регулятора. Я закорачиваю провод с обмотки статора на массу. Точно так же делает и тиристер, только с большой частотой. Как видите, напряжение сразу просаживается до 2 и ниже Вольт. До 0 не доходит. Следовательно, нельзя сказать, что регулятор закорачивает всю обмотку. Тем не менее, в эти моменты генератор испытывает незначительную нагрузку. Не шунтирующий регулятор работает иначе. Вместо того, чтобы закорачивать обмотку с повышенным напряжением, он ее просто отключает мощным транзистором. Благодаря этому генератор не испытывает никаких нагрузок. В момент отключения обмотки, недостающее напряжение компенсируется конденсатором. Чем выше его емкость, тем лучше. Согласно схеме, его емкость составляет 22000 микрофарад. Но можно и больше. Для начала подключим стандартный реле-регулятор. Белый к белому, желтый к желтому. Красный провод это выход. Плюс зеленый это масса. Один щуп подключаем к массе. Второй к красному проводу. Это выход плюса с реле-регулятора. Это именно то напряжение, что идет на зарядку аккумулятора. Нагружаем выход регулятора лампой на 24 вольта 100 ватт. Напряжение на выходе составляет 3 вольта всего лишь. При добавлении газа видим 5,6 вольт. При этом на входе имеем почти 9 вольт переменки на холостых оборотах двигателя. 12 вольт на входе при добавлении газа. Теперь настало время подключить самодельный не шунтирующий реле-регулятор. Такое. Он выполнен на оптопаре. Вот такая схема подключения только для проверки. Для полноценной работы надо переделывать штатный генератор. О чем я расскажу позже. Меряем вход переменки. 7 вольт. Добавляем газу. Напряжение на входе регулятора поднимается до 26 вольт. Это потому, что этот регулятор не шунтирует обмотку и напряжение не просаживается, как это происходило в штатном регуляторе. Меряем выход с регулятора. 5 вольт. Добавим газу. Как видим, выходное напряжение поднялось и стабилизируется лучше, чем на штатном регуляторе. Оно максимально держится в рамках 13-14 вольт. Вот таблица произведенных замеров. Выбор в пользу не шунтирующего регулятора очевиден. Переделка статора. Для работы не шунтирующего регулятора необходимо также внести некоторые поправки в статор генератора. Отпаять желтый провод от средней точки обмотки статора. Также отпаять конец обмотки, который сидит на массе. Далее следует соединить этот отпаянный конец обмотки и отпаянный желтый провод. Таким образом мы изолируем обмотку статора от массы. Это очень важно для работы не шунтирующего регулятора. Помимо изменений в статоре генератора, нужно еще внести некоторые изменения в схему штатной проводки. Отключить желтый провод, идущий к штатному реле регулятору. Также отключить желтый провод, идущий с генератора в общую проводку скутера. Соединить желтый провод генератора с новым не шунтирующим реле регулятором. Зеленый провод, который является массой, повторно замассировать на раму и двигатель скутера. Для удобства эксплуатации лучше поставить в разрыв питания обогатительного клапана выключатель, чтобы можно было управлять клапаном вручную. Во избежание выхода из строя контактов замка зажигания, необходимо установить дополнительное реле. Катушку реле, это выводы 86 и 85, посадить на зеленый провод, это масса, и на черный провод, это плюс, который появляется там после включения зажигания. Соединить желтый и красный провода посредством использования нормально разомкнутых контактов, это выводы реле 87 и 30. Ну вот, пожалуй, все, что касается изменения в схеме проводки скутера. Схемы не шунтирующих регуляторов были разработаны замечательным человеком с канала «Академия». Ссылка на канал в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok